Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология» в студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня мы говорим о том, как же быть современной женщиной и к тому же еще счастливой. Я пригласила на эту тему поговорить Марию Лялину, телесно-ориентированного психотерапевта, автора программы «Наслаждение быть женщиной». Маша, здравствуйте! Здравствуйте, Надежда! Очень рада снова встретиться. Отлично! Тем более, такая тема-то... Вот я прямо хочу наполниться этой темой. И надеюсь, что сейчас все женщины, которые нас слушают, на работе, за рулем, где бы то ни было, они тоже много интересного и полезного для себя узнают. Кто такая современная женщина в вашем представлении? Ну, вы знаете, на самом деле много разных приходит образов по поводу современной женщины. Это и горсующая лошадка, и ломовая. И всякое разное. Слава Богу, что к теме лошади еще присоединились другие образы. Например, что-то летящее-парящее, воздушное, романтическое. Но на самом деле, да, нужно помнить о том, что это как шатание маятника в одну сторону и в другую. То есть вот женщина, которая способна пережить все, это один вариант, да, такой лошадки. И женщина, которая не способна справиться элементарно со своей жизнью, это вот как бы другой противовес. Это сейчас существует в жизни. И из того, и из другого состояния мне бы хотелось женщинам предложить найти некий баланс. То есть уметь расслабляться, уметь достигаторство отключать, уметь быть успешной, но в то же самое время снимать вот эти погоны успешности и надевать домашние тапочки или эротическое белье. А кто-то сейчас нас слушает и говорит, а я вот вообще не хочу, я, извините меня, там сто лет боролась за то, чтобы погоны на себя эти одеть и идти нарезать себе задачи, сама нарезать задачи и достигать их. На самом деле в этом нет ничего плохого. Будем честными, да, очень много сейчас таких маркетинговых ходов. То есть очень выгодно продать женщине более счастливое будущее, более счастливое настоящее. Измениться. Стань красивее. Вот тут тебе косметика, пластическая хирургия. Стань моложе, да. Стань более женственной. Это вообще отдельный тренд сейчас быть женственной. Особенно, когда мужчины учат этому. Это, да, особенно мужчины, которые не привлекательные и не женатые, и не счастливые в семейной жизни. Это совсем меня удручает, но, тем не менее, это сейчас тренд, это хорошо продаётся, и это очень популярно. И, к сожалению, не все, кто побыл в тренде, пришли к психотерапевту. Самое удивительное, что я вот, готовясь к программе, посмотрела, какие есть книги на тему того, что вот, ну, женщины же учат, там, да, будь богатой, будь счастливой, будь, там, просто будь, да. И в основном авторы всё мужчины. Ну да, ну, понимаете же, ну, мы же не можем, как бы... А женщине, наверное, приятнее получать уроки мудрости из мужских уст. Возможно. Возможно, проще... Это же маркетинговый ход своего рода. Возможно. Ну, я так скажу, что сейчас вот такие тенденции в обществе, да, что от женщины требуется очень многое. Ну, в принципе, как и от мужчины, вообще от любого современного человека. Вот. Как среди этих требований найти то, что тебе отзывается, то, что тебе откликается, то, что действительно твоё, и реализовать, и как оставить то, что тебе не откликается, даже если этого очень жаждет твой партнёр, например. Даже если этого ждёт от тебя мама, например. Маме же нужны внуки, ну, каким-то нужны, да? То есть там, даже если там от тебя, не знаю, там, супруг требует, чтобы ты была послушной. Ну, это его личные сексуальные проблемы, если как бы вот, ну, он это требует. Если тебе это не откликается, не нужно в это играть. – Хорошо. Ну, давайте сначала проговорим, наверное, какие реально задачи вот сейчас современный мир ставит перед женщиной. – Быть успешной. – Так. – В семейной жизни. – Особенно мне нравится. Знаете, вот я прихожу иногда в детский садик, да, и там вот сидят у меня девушки, девочки такие, знаете, да, по 5-6 лет, да? Их там 7 человек, и у каждой корона. – Да. – Понятно, да? И вот они уже изначально успешны, да, потому что вот моя корона неповторима. – Да, конечно. Но это, опять же, да, нехорошо и неплохо, это просто данность такая, вот, потому что если изначально ты эту корону не научишься носить, то потом, потеряв её когда-то в жизненных перипетиях, навряд ли ты её наденешь, потому что никогда не мерила и вообще не знала, что к лицу. Поэтому, конечно, у ребёнка пусть она будет, вот. Тем более детство – это самый такой ресурсный период нашего времени. – Когда можно примерить всё. – Когда можно примерить всё, да, и всё-таки более-менее как-то запомнить, а что же мне откликается, а чем же я хочу в этой жизни вообще быть, что хочу из себя представлять. Вернёмся к задачам. – Да, успешность, быть успешной. – Успешной. – Но эта успешность, понимаете, сейчас же успех продаётся, да, и успешной нужно быть везде. Нужно быть классной кухаркой, нужно быть классной хозяйкой. Ну, потому что фоточки в Инстаграм с семьёй, как бы, вот, понимаете, без пирогов там или без обеда из трёх блюд, ну, отстой. Ну, как бы, кто полайкает, ну, вот, сами подумайте, да? Вот, то есть, если ты просто показываешь свои дипломы и своих клиентов, спрашиваясь, а где твоя семья? – Угу. – Да? И как-то вот опять возникает вопрос, если я… – То есть, ты успешна в карьере, но, значит, что-то у тебя там с семьёй-то никак-то не так. – Вот, что-то ты их не показываешь, в общем. – Особенно мужа, который против этого. – Да-да. – Уже сложилось впечатление, что ты не замужем лет 20. – Да, а то и 30, да? Вот, в общем-то, нужно быть успешной, да, вот, как бы, быть вот в кубике-рубике, да, в центре, и все грани должны, как бы, люди посмотреть. – Сложиться. – Да, и вот оценить, сказать, что ты во, вот ты женщина, вот высший пилотаж, вот прям вообще. Ну, на самом деле, это очень создаёт огромный невроз у женщины, потому что она думает, господи, я неуспешна, я родила троих детей, я не сделала карьеру. Ну, это как бы странно, если бы она ещё карьеру сделала. Другой вопрос тогда, кто бы воспитывал этих детей, кто бы их кормил от этих детей. – Ну, а кто-то ведь может родить и троих детей и сделать карьеру. – Да. – То самое главное, наверное, перестать себя сравнивать с кем-либо. – Да, почувствовать просто, что если тебе по плечу, то да, если тебе не по плечу, значит, отказаться от того, что тебе не подходит. И вот это вот требование успешности, на самом деле, оно, ну, вы знаете, я слышала вот эту вот неуспешность, то есть в таких бредовых вот контекстах, типа там, я родила всего троих детей, ну, то есть у меня уже обморок там. И я сделала, то есть я всего лишь защитила диссертацию. То есть вот как бы у меня нет хобби, я вообще, я недоженщина, там, я не умею вышивать крестиком. Там, отлично, там, мне 40 лет, я не умею готовить. Ну, правильно, ты диссертацию защищала, выступала на международных конференциях. Ну, когда было этим заниматься, да, там? И вот эти вот какие-то, как сказать, найти в себе сторону, которая не прокачена, и начать на эту тему страдать. Это вот сейчас такой популярный очень женский бич. Ну, опять-таки, хорошо, если говорить про, если человек еще дошел до психолога, это же тоже, в принципе, хороший бизнес, да? Да, естественно. Но мы с вами знаем, что все ответы на многие-многие вопросы, да, находятся внутри человека. Да. Итак, какие задачи стоят перед современной женщиной? Кроме того, чтобы быть успешной, мне кажется, сейчас очень важна задача быть здоровой. Это правда. И поэтому, наверное, да, все чаще, например, я знаю, ко мне обращаются, да, женщины, девушки по поводу того, что, в принципе, я к вам пришла, потому что меня уже начало беспокоить мое здоровье, да? Я постоянно находясь в состоянии невроза, постоянно находясь в состоянии стресса, когда меня все время сравнивают. Вот, а посмотри-ка, вот Маша-то лучше, чем там, да? Там Катя, да? А вот тут-то специалист не такой какой-то, вот там вот есть и более успешный. Человек понимает, что у него уже на это реагирует тело. Да, не просто уже я сегодня пригласила телесно-ориентированного психотерапевта. Вот это какие-то такие звоночки, да, которые иногда заставляют начинать работать со своим душевным состоянием, да, и телесным. Ну, это правда. Сейчас эта тема очень популярна. Есть клиентки очень молодые, до 30 лет, которые уже приходят с серьёзными сбоями. Сейчас очень популярное заболевание. То есть если самопоставленный популярный диагноз до сих пор панические атаки, да, вот, то самый популярный действительно диагноз среди женщин от 22 до 27, по крайней мере, кто ко мне приходит, да, вот такой юный достаточно возраст, возраст расцвета, это аутоиммунные заболевания. Ну, то есть вот это о том, что я настолько устала уже от жизни, настолько устала быть для всех хорошей, настолько я устала, ну, вот, всем показывать, как бы... Картинку. Картинку счастливого лица. Я никому не могу обратиться, я никому не могу поплакаться, я даже близким не могу признаться, что у меня внутри происходит. Я должна быть на позитиве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, там, столько-то, там, дней, там, в году, там. И если вдруг не 365, и там 5 у меня выпало, короче, всё, у меня стресс, я не могу. И вот, понимаете, на самом деле, вот задача быть здоровой, она как раз ещё, она только вызревает. Она ещё не проросла. То есть это вот эти вот звоночки того, что заболевания очень сильно помолодели. Прям форсировано они молодеют, да? Вот. И женские заболевания, в том числе, там, наступление менопаузы, там, раньше на 20 лет, там, чем это положено. Да, всё чаще об этом говорят. Да, всё чаще об этом говорят, всё чаще. То есть это уже проблема общества, но она как бы пока заминается, потому что быть красивым, подкачать попу, там, сделать рельефный пресс, это модно, это уже продаётся. Как продавать людям здоровье, которые голодают и как бы убивают своё здоровье, да, ну, там, неправильно это делают, которые тренируются 7 дней в неделю, не давая себе отдыха. Как вот сейчас начать продавать правильный-то образ жизни? В здоровом теле здоровый дух – это правда, но в нашей культуре это извращено. Покажи, что ты, типа, здоровый, и тогда все подумают, о, да, ты бог внутри. Но это немножечко не так. Действительно, здоровьем сейчас нужно заниматься, и чем раньше, иногда бывают вот молодые клиентки, вот юные даже совсем, я бы сказала, они говорят, ну, слушай, ну, вот на тренинг приходят женщины там, ну, вот они старше моей мамы, и я пришла. Неужели у меня так всё плохо? Ну, я отвечаю на этот вопрос всегда так. Наоборот, хорошо. Ты не потратишь свою жизнь на то, чтобы, ну, то есть всю, чтобы потом потратить ещё остаток жизни на её переосмысление. У современных молодых, юных женщин, девушек, подростков нет такого терпения, нет такого ресурса, нет такой психоэмоциональной устойчивости, лишь потому что мир очень нестабилен, он очень динамичен. Изменчив. Очень изменчив, да. И именно поэтому вот, ну, у них сейчас нет ресурса жить плохо до 40 и потом менять свою жизнь. Им нужно уже в 18 понять, чего они хотят, и к 28 прийти хотя бы к половине того, что они придумали. Итак, быть успешной, быть здоровой, да. И вот если мы сейчас озвучим такое, я бы сказала, сакральное слово, как у меня есть задача быть счастливой женщиной, то кто-то мне может сейчас возразить и сказать, ну, слушай, ты знаешь это, не много ли хочешь? Ну, вообще, до сих пор счастье в нашем обществе не принято отделять от каких-то показателей, типа, которые символизируют счастье. Потому что я не знаю, сколько процентов, на самом деле, в нашем обществе, но я знаю точно, что больше 90 уверены, что замужество равно счастье. Рождение детей равно счастье. Такое-то количество денег равно счастье. Но как показывает опыт, абсолютно не равно. Абсолютно разные сферы, абсолютно, то есть вот это не связано. Но в сознании современного человека до сих пор вот эта вот дремучая связь, которая не имеет в реальности никакого подтверждения, она существует. Да, очень часто бывает такое, что, например, просишь человека написать, он пишет свою формулу счастья, да, и она оказывается прямо так чётко, структурирована, вот, да, вот там, например, достиг вот того-то, того-то, того-то. Когда реально человек смотрит и говорит, вот это ведь вроде есть, 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 а чувства счастья нет. Да. Так вот, что такое быть счастливой женщиной? На самом деле это состояние. И это состояние складывается, во-первых, из понимания, что я женщина. Я не просто человек. Я не просто тело, которое выполняет определённые функции и носит определённые маски, определённые социальные роли. Вообще, знаете, это как вот ощутить свою хрупкость, ощутить своё изящество, свою тонкость какую-то. И на самом деле вот как раз вот не несгибаемость, которую женщина привыкла транслировать в течение 20-го века окружающему миру, да, а вот именно вот эту вот частичку, вот эту вот уязвимость в себе найти и принять, вот это, наверное, и есть почувствовать себя женщиной, да. А сделать себя счастливой – это уже другой вопрос. Потому что когда ты понимаешь, что ты это вот… Ну, не то, что ты видишь в зеркале, не то, что ты одеваешь в одежду, это даже не то, что родило твоих детей, которых ты обожаешь. Женщина – это вот то состояние хрупкости, да, вот этой вот уязвимости, беззащитности. И только вот слившись с этими состояниями, пазл доскладывается, и ты как бы приходишь к своей внутренней сути. Ну, вот эти переживания, они очень глубоко спрятаны, тем более, ну… Их помогли запрятать. Ну, да. Начиная с воспитания. Ну, да. Ну, и с другой стороны, поймите, что не запрятывать это воспитанием – это тоже невозможно, потому что самому ребёнку тоже нужны какие-то границы, да. И всё-таки в детстве мы обязаны заложить не только, что мир – это свет и любовь, а то, что в мире бывает разное, и тебе нужно будет научиться это переживать и с этим справляться. Вот. И вот эти вот моменты, они очень важны. По поводу ещё из чего, то есть почему женщина не чувствует себя женщиной? Она не принимает своё тело, ей не нравится. И всегда что-то не нравится. Опять же, да, потому что в тренде быть определённый типаж внешности, да. Вот в тренде быть – это грудь такого размера, это такой-то размер одежды. И причём у кого-то болезненность ума до такой степени, что только 2ХС, и ты в тренде, да. У кого-то болезненность в том, что только грудь четвёртого размера, да. Ну, то есть вот. И у всех вот эти вот тараканы, они очень индивидуальны, но по поводу внешности очень много у женщин вот этих вот болезненных точек. Но не принимая своё тело, очень сложно себя женщиной почувствовать. Принятие себя, когда ты принимаешь все свои части тела, когда ты их можешь видеть, когда ты смотришь на свой живот, а там не кубики, и тебе нравится. А в этом нет ничего плохого. Вот в тебе есть сегодня центр веса, ну, будь добра, ну, полюби его. Он не случайен в тебе сейчас. Это ты дальше уже можешь себе задавать вопросы, зачем мне этот центр веса, да? Да, почему это сформировалось и так далее. Но опять же мы говорим, да, что не нужно каждого человека вести к семье. Не нужно каждого человека вести к 44-му размеру одежды и так далее. То есть нужно понять, что для него, ну, как бы, что для него вот это. Может быть, ему в этом классно и действительно хорошо. И тогда, ну, собственно, зачем ковыряться в том, что и так устраивает? Хорошо. Женщина, она всё равно не живёт изолировано. Конечно. Вот, пожалуйста, да. Хорошо, когда есть, например, подруга, которая, как говорится, поддержит в понимании, в осознании, что такое счастье, да? И, может быть, вы даже вместе идёте по этой тропинке самопознания. Но этой же женщине приходится взаимодействовать на работе, в социуме, с детьми, с мужем. Конечно, да. И у каждого по поводу, какая ты должна, есть своя формула. И как здесь, не развязывая военных действий, да, познавая и узнавая себя изо дня в день, простраивать какую-то новую, может быть, да, новый мир? Ну, на самом деле, это сложно, но это возможно. Что здесь нужно? Нужно терпение, нужен такт. Но самое главное, это чёткая формулировка того, какие у тебя-то к себе требования-то. Ты-то как себя хочешь проявлять? У тебя какие представления о том, как ты живёшь, когда ты счастлива? Ну, что? То есть, потому что, если ты выясняешь отношения с партнёром, это должно быть конструктивно. «Слушай, я хочу то-то, то-то, то-то делать вместе с тобой». Ну, например, «Мне не хватает внимания». Или «Я хочу, чтобы ты разделил со мной обязанности, которые касаются наших совместных детей, и в это время я могу делать то-то, то-то». Можно договориться, понимаете, не развязывая военных действий. Военные действия начинаются на претензиях. Претензии, как правило, начинаются тогда, когда ты знаешь, что так ты не хочешь, а как ты хочешь, ты ещё не сконструировала образ и не придумала план, как к этому прийти. То есть, если женщина понимает, что она сейчас пока не ощущает себя счастливой, это значит, что она далека от себя настоящей. Ну, я бы так не сказала. Я бы сказала, знаете как, что не то, чтобы она далека, а может быть, она уже стоит вот лицом к себе, но ей пока страшно посмотреть. А ещё страшно, что ту, какая я буду, да, или… Никто не примет, никто не полюбит. Например, да, можешь сказать, слушай, ну я, извини меня, так-то женился совсем на другой девушке, да, а тут как-то прям так меняешься-меняешься, всё о себе, да, о себе, а где я? Ну, видите, вот это баланс, и он достигается не сразу. Всегда будет, если был маятник в одну сторону, он всегда полетит в другую. Если вы экономили на нижнем белье, то вдруг вы себе обязательно купите стринги за 8 тысяч, понимаете? Вот это случится. Это для того, чтобы создался баланс. В этот момент мы не думаем, сколько стоит, зачем, почему, для чего, как. Это просто импульсивно, эмоционально. Это импульсивно, эмоционально, и это нужно сделать, чтобы была некая компенсация. Тех лет, когда вот вы экономили на белье, там, ну вот, например, вот такой вот простой, банальный, такой приземлённый, не о высоких материях момент, но он очень искренний, он очень честный. Вот. И когда мы говорим, что ты всё делала для меня, а сейчас вот всё делаешь для себя, а где же я, здесь нужно договариваться. А как ты видишь? Вот давай, откровенно, 20 лет я делала то-то и то-то, мне от этого плохо. Вот ведь есть такая шутка, да? Моя жена, оказывается, в отношениях семейных была несчастливой, теперь она стала счастливой современной женщиной и вышла из этих отношений. Ну да. Да? А на самом деле это не шутка, это правда. И я скажу, что это история не только про женщин, это история и про мужчин. Ведь на самом деле, немножко мы затронем эту тему, да, никто в журналах не пишет там 10 способов сделать его счастливым. Никто не пишет, я не знаю, там, какой смысл не разводиться с женой, там, когда, там, не знаю, молодость прошла, она там уже некрасивая, там, дети выросли. Ну, например, никто же не пишет, да, там, 10 доводов, чтобы остаться с ней. Вот. И мужчины тоже, понимая в какой-то момент, что они несчастливы, они тоже, ну, как бы склонны заканчивать отношения. Это нормально. Это жизнь, да? Это жизнь, да. Это естественно. Хорошо. Тогда вот такой вопрос. Где-то учат быть счастливым? Можно ли этому научиться самостоятельно или обязательно нужен проводник? Ну, вот, я скажу так, что, конечно, вот Кирову в этом плане очень сильно повезло. Ну, вообще городу Кирову повезло во многом. Да. Вот, конечно, говорят, что, много говорят про Вятку, да, всякого разного, особенно те, кто здесь живет, и почему-то кому-то тут очень сильно не нравится, да, они никуда не уезжают. Ну, вот это не мы с вами. Да, это не мы с вами. Вот. Хочется что сказать. У нас есть Центр женского образования, Дэвид Центр. Я в нем являюсь одним из ведущих преподавателей. Там есть курс «Счастливая женщина». Ну, все подробности можно узнать уже на ваших социальных. Да, все подробности о мероприятиях можно узнать на моей странице ВКонтакте. Я эксплуатирую только эту соцсеть, потому что она мне понятна, и она не отнимает так много времени, как все остальные. Вот там можно почитать, посмотреть. Это то, что у нас уже существует на протяжении трех лет, и, слава Богу, имеет отклик, и женщины приходят разных возрастов, разного социального статуса, разного достатка, разных возможностей абсолютно. Вот. И вот в этом плане, то есть, существует определенное женское образование. Да. Плюс ко всему, наверное, есть книги, слава Богу, да? Есть книги, слава Богу. С книгами надо тоже быть очень осторожным. Да. Вот здесь я бы все-таки... Что-то можете порекомендовать? Я бы рекомендовала обратиться для начала к классике. Я не думаю, что стоит и надо всем прочитать Фрейда, но вот юнгианской психологии стоит поинтересоваться. После юнга его ученики, его ученицы, женщины, которые вот в его подходе исследовали разные архетипы, разные женские роли. Вот нужно просто понабирать, поискать, я бы направила туда. Я бы рекомендовала почитать книгу «Бегущая с волками». Да, это великолепное на самом деле собрание различных сказок, различных типов женщин. Это такой способ узнать, что такое женская сила, потому что мотив женской силы, он в современном обществе все-таки игнорируется. Ну и к тому же не забывайте о том, что у современной женщины масса преимуществ. То есть, например, вот я представляла, если бы я родилась, например, в XIV веке, потом в XIX, то я понимаю, что мне так повезло, что я родилась в XX веке, живу теперь в XXI. У меня столько ресурсов, у меня столько возможностей, у меня столько... Да, у меня больше шансов быть счастливой сейчас здесь, чем это было бы, если бы я родилась в другом веке. Ну вот вообще я полностью согласна, потому что если мы возьмем XIV век, то в XIV ты родила, в XX ты подрастила детей, в XX ты умерла. Какая прекрасная, а насыщенная жизнь. Счастлива ли ты, когда ты вступаешь в отношения в 14 лет? Ну, я не знаю, не у всех пубертатный период в это время начинается, да? Счастлива ли ты, когда ты рожаешь ребенка, да, а твое тело к этому не готово, и ты умираешь там, либо в процессе, либо где-то рядом? Ну, вообще, это такой спорный вопрос. Ну, а если теперь брать нам, например, другие выгоды с точки зрения там, да, я помню, когда бабушка полоскала белье в ледяной воде, а я сейчас просто нажимаю на кнопочку и понимаю, вот оно, счастье. Ну, вообще, да, я как скажу, вот по поводу, да, вот этих вот моментов, я скажу так. Моя бабушка считала, что есть горячая вода, и все остальное – это блаш. Моя мама очень долгое время считала, что есть стиральная машинка, и это только для белья, для постельного, да, то есть все стирать она уже стала, ну, уже после 50 в машинке. Все остальное – это блаш. А я вижу, что вещи, ручная стирка, думаю, господи, у меня есть деликатная стирка, какая блаш, я не буду заниматься этим. Маша, и в завершении программы, наверное, если поделитесь с нами какими-то практическими рекомендациями для того, чтобы почувствовать себя на йоту счастливой, женщины, как это можно сделать? Ну, вообще, такой, я скажу сейчас, дичи, возможно, но я вам предложу танцевать. А я предложу танцевать, найти вид танца, найти своего педагога и начать заниматься танцем, потому что, когда танцует женщина, я еще раз говорю, неважно, сколько в ней роста, сколько в ней веса, сколько в ней харизмы, сколько в ней возраста. Неважно, когда ты начинаешь танцевать, сначала это кажется, о, боже, я так не смогу, потом ты начинаешь что-то делать, а потом ты видишь, раз, и получается. И вот это, понимаете, это о том, чтобы увидеть себя, принять себя и начать с собой через свое тело взаимодействовать. Танец – это универсальная коммуникация. И вот, наверное, если мы не будем ходить вглубь терапевтического опыта, да, и просто как-то захотим по-простому улучшить свою жизнь, конечно, это не просто найти там 3 часа в неделю, там, когда дети, горшки, там, я не знаю, пересадить цветы, нужно заработать миллион. Конечно, нет на это времени, но это сделать необходимо. Найти 3 часа в неделю на танце по полтора часа два раза в неделю. Любой вид танцев, неважно, чем вы занимаетесь. Контакт со своим телом, ритм своего сердца, ритм своего дыхания. И горящие глаза через месяц обеспечены. Почему через месяц? Потому что первый месяц обычно болят мышцы, а потом начинается удовольствие. То есть, получается, не обязательно должен быть парный какой-то вид танцев? Ты можешь вообще солировать и наслаждаться своим целым танцем. Я даже скажу, что лучше, чтобы это был не парный вид танцев, потому что мы постоянно находимся с кем-то в коммуникации. Женщине не хватает времени по нахождению самой собой. Танцуйте соло. Отлично. Сегодня была программа «Практическая психология». У меня в гостях была Мария Лялина, телесно-ориентированный психотерапевт. И мы говорили о том, какое же наслаждение быть современной женщиной. Маша, спасибо большое. Желаю всем любви, счастья и удачи. Спасибо. Практическая психология